итак всем привет вы на канале буран гараж 35 сегодня у нас на ремонте мотор от снегохода dingo t-150 мотор 157 км джи штатном исполнении имеет 150 кубических сантиметров объема при диаметре поршня 57 миллиметров мы же поставим поршневую дне 61 миллиметр поршень тем самым получим объем 170 кубических сантиметров то есть чуть-чуть но увеличим объем тем самым получим немножко больше мощности поршневая полностью адаптирована под этот мотор встает без всяких переделок поэтому парни раз постараюсь рассказать все нюансы при сборке данного агрегата все не переключайтесь поехали в комплект поршневой входит у нас две прокладочки под цилиндр и подголовку поршневые колечки три штуки маслосъемная у нас на набор на кольцо и два компрессионных кольца цилиндра с поршнем поршень у нас с тифоновым покрытием сделано все аккуратно красивенько все маленько деликатно поршневой палец и колечки стопорные поршневого пальца сам цилиндр имеет достаточно хорошую хайнинговку выполнен все идеальненько сейчас постараюсь показать вам вот такая сеточка нанесена все сделано красивенько аккуратненько цилиндр так как адаптирован под 157 мотор он имеет снизу гильзы 63 миллиметра то же самое что диаметр картера тем самым что является думаю что ну минусом да очень тонкая получилась гильза гильза получилось снизу всего лишь один миллиметр ну чуть потолще чем фольга так как парни ставят уже ездят на таких цилиндрах говорят что все нормально то и мы поставим и не будем об этом заморачиваться такую поршневую вы можете заказать на сайте skuteruk.ru при указании промокода burangarage35 получите 5 процентов скидку на любую покупку то есть не забываем промокод burangarage35 ссылочка на сайт будет в описании под видео и в первом прикрепленном комментарии как вы изначально заметили мотор был у меня уже разобран нюансов при разборке мотора ну практически никаких нету кроме как изначально перед тем как разобрать мотор на авто натяжителя сделана вот такая пробочка заглушка лучше ее открутить потому что было затянуто сильно здесь уже сбиты с грани поэтому лучше сразу его открутить поршень у нас со стрелкой вот видите стрелка стрелка указывает на выход если бы здесь была надпись и input то есть это был бы впуск то есть поршень ставился бы надписью на впуск так как у нас стрелка ставим на выход разборку начинаем сборку с маслосъемного кольца и маслосъемное кольцо своим разрезом располагаем кверху то есть на сторону впуска так как с верхней стороны у нас меньше всего масло попадает в поршневую группу и и поэтому ставим разрезом кверху если бы был если бы мотор был с вертикальным ходом поршня то там расположение бы маслосъемного кольца было бы без разницы куда его расположить то есть одеваем все такое мелкая парня надо надо все делать с пинцетом одеваем маслосъемную одну часть и обязательно нужно их раздвинуть раздвинуть друг относительно друг друга это делается раздвигаться кольца раздвигать нужно лишь для того чтобы первый запуск был достаточно легкий потом при работе кольца все равно разъедутся как каким захочется то есть у их нету штифтов как например на двух так никах на двух так никах штифты нужны для того чтобы кольца своими замками не свесились в в окна ну продувочная там или или впускной или выпускной здесь же колечки никуда не светятся и при работе они вращаются то есть для первого запуска их нужно раздвинуть примерно там на около примерно верно около 120 градусов относительно друг друга следующая идет у нас колечко темно она у нас обычная чугунная и маркировкой то есть на колечках есть у нас маркировка так по моему сфокусе до скусил оставить а надпись маркировка есть и маркировкой ставится у нас кверху кольцо идет кольцо идет кверху маркировка господи все такое маленько все такое маленькое и боишься чтобы не сломалась блять одно неаккуратное движение можно что-то сломать и будешь снова ждать пока приедут запчасти то же самое разводим и соответственно верхнее хромированное поршневое кольцо имеет то же самое маркировку маркировку располагаем кверху и одеваем колечко чик все деле стрелка у нас указывает вниз масса съемная будут разрывы наверно сверху компрессионная ну примерно где-то вот давайте маркером нарисую то есть масса съемная сама пружинчатая часть будет разрыв здесь два других колечко масса съемных то есть стопора масса съемных колец вот так вот смотрит одно компрессионная смотрит сюда другого компрессионной смотрит сюда то есть примерно получилось равное расстояние промеж всех колечек ну промеж колец 120 градусов примерно вставляем 11 одно стопорное колечко поршневого пальца на место сразу заправляем чик колечко на месте я делаю заправляю сам то есть получается цилиндра очень маленький и мешаются шпильки на месте это делать не очень такие удобно то есть стрелку направляем в сторону выхлопа от отверстия под автонатяжительную сверху то есть выхлопа у нас снизу от стрелку направляем туда и начинаем потихонечку заправлять поршневое колечко аккуратненько не спеша первое колечко есть это гораздо удобнее сделать здесь на столе заправить колечко чем на месте так 2 компрессионная есть оставить у нас маслосъемная совсем на не входят аккуратненько и так потихонечку немножко можно помочь чем-то остреньким типа отвертки заправляем сразу можно то есть с одной стороны у нас стоит стопор сразу можно вставить поршневой палец в одну сторону цилиндра предварительно смазан маслом обычным моторным маслом прокладочка стоит на месте ставим цилиндр заправляем успокоитель и нужно нам попасть и пальчиком верхнюю головку шатуна почти уши кольца так палец вошел стопорное колечко на место и все собрано так как есть ушки можно помочь пассатижами все стопорок на месте пальчик на месте задвигаем дальше поршень все поршень зашел и не забыть главную цепочку цепочку ловим вытягиваем так вставляем нижний успокоитель цепочки он у нас вставляется в паз у его на цилиндре есть пазики на самом успокоитель и есть два штифта снизу его тоже есть канавка поэтому не промахнетесь не забываем про двое направляющие втулки в цилиндре так как цилиндр меняли поэтому они у нас были отдельно то есть вставляем две направляющие прокладку головки из комплекта снова же заправляем цепочку прокладочка и сама головка саму головку я перетер клапана как перетирать клапана это ну думаю объяснять не надо много есть видео как их перетирают единственное расскажу что к примеру рассухаривать да если у вас нету рассухарки то не надо стучать а просто берете ложите на поверхность на какую-нибудь подкладываем под низ тряпочку можно даже это сделать в руках подложили под низ тряпочку берете обычную головку на 12 и вот так вот таким образом надавили и раз сухарики вывалятся засухаривать можно если вы вдвоем то один давит на тарелку другой поправлять сухарики то есть тут пружинки не такие сильные это все рассухарится и засухарится обратно прям вручную без всякой рассухарки то есть специального приспособления какого-то не надо притирать клапана можете как вручную так и дрелью или шуруповертом ничего страшного в этом нету все нормально все притрется главное один нюанс проливать когда будете проливать заливайте не бензин не солярку не растворитель а именно керосин впускное окно то есть сюда или выхлопное окно то есть сюда и вам сразу покажет керосин имеет большую проник на проникающую способность то есть текучесть протек то значит на притереть клапана если не протек головка нормально можно ничего не притирать все ставим головку на место тут уже тут ничего не перепутаешь попадаем направляющие втулочки все голову головушка у нас на месте у нас есть два длинные болта они устанавливаются вот здесь сбоку сбоку головки можно их немножко наживить чтобы цилиндр с головкой стояли статично они не шевелились чуть-чуть немножко слегка их придаем они затягиваются эти болты самую последнюю очередь но чтобы просто сейчас будем выставлять в мт цилиндр не цилиндра поршень в мт и чтобы это все дело не вилькалась лучше их прихватите все и все будет стоять статично поршень сейчас у нас верхней мертвой точки буковка т и вот этот прилив совмещаем разворачиваем обратно двигатель чтобы нам было удобней и будем устанавливать распредвал распредвал соответственно тоже имеет имеют свои метки то есть два маленьких отверстия и 2 риски это у нас совмещаться с плоскостью картера большое отверстие на распредвалу это у нас метка для показания в каком положении нужно выставлять зазоры клапанов совмещаем то есть распредвал должен совмещен быть меточками по плоскости не картера говорился от цилиндра вставляем распредвал на место поднимаем цепочку вставляем распредвал свои постели примерно прикидываем метки если что нам можно цепочку будет потом немножко перекинуть выставляем примерно метки по картеру и одеваем цепочку все цепочка на месте цепочка на месте можно провернуть пока не закреплено примерно здесь метки поставить и проконтролировать что у нас здесь еще раз да все в меточках все меточках нужно поставить две втулочки одна сюда направляющая а другая сюда направляющих и ставим ставим рокера все попали все у нас на своих местах стоит берем шайбочки 4 шайбочки и соответственно 4 гайки ложим на место и наживляем гаечки дальше берем динамометрический ключ под названием трещотка и аккуратненько все протягиваем крест на крест кинул как видите то есть не видите берусь не не за большое плечо я тяну вот так хватит достаточно я думаю для для этого мотора достаточно будет на урановском моторе или ну к примеру на других моторах я бы подтянул посильней но тут я не буду сильно тянуть все на месте единственное что не установлен автонатяжитель автонатяжитель ставится на прокладочку на прокладочку для этого я покупал отдельно набор прокладок еще заказывал и поставим его на еще дополнительно на герметик небольшим слотчиком сделаем аккуратненько поставим на герметосик еще от этого хуже не будет потому что могут попасть из прокладки и будет подтекать у нас маслишко пользуюсь виктор рейнс герметиком сфокусироваться на пальце не сфокусироваться то есть герметик очень удобный выдавливает весь баллон полностью до конца тоненькой струечкой просто идеально всем мотористам советую мотористам кто занимается с техникой всем советую такой герметик стоит да такой баллон стоит у нас в городе 1300 но в этом баллоне 3 тюбика маленьких так прокладочка готова тираем руки от остатков герметика при установке у нас автонатяжителя это получается его нужно взвести сейчас я покажу как это сделать приготовлю вам сразу болтики у автонатяжителя внутри так сейчас давайте сделаем фокус так фокус есть внутри есть шлиц под плоскую отвертку и вставляя плоскую отвертку и вращая ее натяжитель видите уходит то есть он взводится как только отпустите он сразу выскочит на место он выскочит на место то есть неловко взялся устанавливаем его закрутили его полностью закрутили одной рукой придерживаем и наживляем болтики можно наживить один наживляем один наживляем второй при этом соответственно держим автонатяжитель в заведенном состоянии ничего страшного уже почти то есть сейчас видно что цепочка у нас немножко болтается отпускаем все и натяжник взвелся взвелся цепочка натянулась у нас здесь резиновое уплотнение и закручиваем заглушку обратно закручиваем плотненько чтобы она у нас не потерялась и затягиваем до конца наш натяжитель не забываем про вот эти два болтика которые мы наживили в самом начале их тоже нужно подтянуть все готовченко цепочка натянута можно провернуть двигатель несколько раз и выставить снова метку ГРМ это буква Т совмещаем ее с выступом на картере единственное нам остается выставить зазоры в клопанах то есть зазоры выставляются при распредвалах в стресс картера две метки маленькие два отверстия большое отверстие смотрит наружу не внутрь потому распредвал вращается в два раза в два раза медленный каленвала то есть можно выставить букву Т на каленвалу на маховике и то есть вот так вот выставить вот у нас буква Т метка то есть у нас здесь отверстия нету как вы можете заметить и еще раз проворачиваем на 360 градусов выставляем букву Т верхняя мертвая точка и появляется большое отверстие в таком положении у нас выставляются зазоры на клапанах впускной клапан у нас 0.08 мм выпускной клапан 0.12 то есть тут 12 соток здесь 8 соток берем щупы щупы и ищем щуп 0.08 щуп у нас 0.08 может наоборот покажу не вижу камеру может в зеркале ну то есть в принципе понятно да щуп 0.08 выставляем зазор на впускном клапане так сильно поджел клапан должен ой щуп должен свободненько проходить не болтаться а легко ходить быть не зажатым так ребята тут сделано слишком малюсенько грани поэтому воспользуюсь пассатижами и соответственно ключик на 9 беремся чтобы не провернуло и подтягиваем и соответственно надо проконтролировать немножко пережал по моему нет все нормально щуп проходит зазора больше не чувствуется так попробуем сунуть щуп 0.09 вставить если не получится вставить то значит зазорчик мы нормально сделали ну да 0.09 не идет то есть на вкусном на впуске зазор нормально выставился поджать бы еще еще бы немножко чтобы это дело точно не раскрутилось теперь у нас выхлоп так как щупов так щупы у нас идут единица а потом 0.15 то есть не единица 0.1 а следующий щуп 0.15 поэтому берем два щупа это возьмем 0.07 0.07 и 0.05 и сумме получим сумме получим 0.12 протрем их обязательно чтобы мусоринка никакая не попала промеж щупов потому что мы их делаем две штуки протерли щупы то есть два щупа вместе складываем и получаем два щупа и получаем зазор 0.12 можно сделать на выхлопе я думаю что ничего страшного не будет 0.15 если уж нету как бы щупа то можно сделать 0.15 ничего думаю страшного не будет то есть чуть побольше зазор это как бы чуть больше это не меньше пусть немножко как бы будут брякать клапана но они будут хотя бы не поджаты и клапан не прогорит хотя бы клапан так вставляем щупы и подтягиваем подтянули немножко поджар зажал наверное да поджар маленько вот так подтянули сделан так щупы висят берем снова ключик но они щупы хоть и висят но они там шевелятся то есть все нормально не не поджаты так надо как-то приспособиться чтобы поджать пассатижами было удобно чтобы не провернуло чтобы не зажать копано и подтянуть соответственно контргайку немножко подтянем подтянулось и проконтролируем чтобы щупики все свободно щупы свободно ходят так попробуем попробуем вставить следующий размер то есть у нас один щуп 007 и возьмем щуп так 007 и возьмем щуп 0 вместо 05 возьмем щуп 006 006 то есть 6 соток и попробуем вставить сейчас щупы у нас в общем суммарно получились 0 нет 1,3 не 1,3 а 0,13 то есть 13 соток и щупы у нас не вставляются то есть примерно примерно верно мы получили зазор 0,12 еще раз проконтролируем еще раз проконтролируем убедимся и подтянем настоящий уже 0,12 лезет все идеально и уже окончательно подтянем окончательно подтянем зазорчики есть зазорчики выставлены можно провернуть пару раз двигатель снова выставить на на метки то есть в МТ и еще раз для себя убедиться что зазоры выставлены верно да нижний никуда не ушел 0,12 лезет 0,13 не лезет и верхний 0,8 0,08 0,08 у нас щуп лезет 0,09 щуп не лезет 0,09 не лезет все идеально в процессе обкатки так как поршневая группа у нас новая и соответственно клапана мы перетирали по новой зазорчике могут немножко уйти и надо будет ну я думаю километров может 200-300 проехать может 400 и проконтролировать зазорчики в клапанах чтобы не было такого случая что зазоры чтобы клапана поджало самое плохое если клапана подожмет то есть может прогореть или впускной или впускной клапан если же зазоры будут большие ну в принципе как бы не сильно страшно это будет сразу слышно то есть клапана будут звенеть все и вишенкой на торте у нас остается поставить клапанную крышку клапанная крышка заменена в ней новая прокладочка старая вот новая поставлена новая прокладка ставим на место уплотнитель для системы охлаждения чтобы было все плотненько и лишний воздух с охлаждения не уходил мимо и закрываем клапанную крышку а перед этим главное не забыть не забыть все сбрызнуть маслишко чуть-чуть слегка обрызгаем маслишко потому что так сказать чтобы мотор при первом запуске не на сухую крутился а работал уже с каким-то количеством масла все и закрываем клапанную крышку вот теперь точно вишенка на торте на мотор осталось поставить кожуха обдува прикрутить сюда карбюратор выхлопной коллектор собрать вариатор это я все сделаю парни за кадром пустим первый дым на новой поршневой и пустим первый дым и подкрыбал и на этом у нас все мотор в раме его нужно теперь будет аккуратненько обкатать как я и говорил поршневую можно заказать на сайте scooter.ru не забывайте про промокод буран гараж 35 и получите 5 процентов скидку на любой товар с этого сайта все парни подписывайтесь на нашу группу вконтакте вступайте участвуйте в жизни группы скидывайте фотографии и спрашивайте задавайте вопросы также есть запчасти на снегоход буран все парни катайтесь не ломайтесь